Уважаемые дамы и господа, приветствую вас в очередной раз. И сегодня мой обозреватель, мой замечательный друг Игорь Шатин поделится очень интересной темой. Мы начинаем с Игорем дискуссию, посвященную вопросам, связанным с Великой Французской Революцией. Это одно из самых знаковых событий в европейской истории 18 века, если быть точнее конца 18 века. Но, безусловно, мы не можем не рассказать о тех причинах, которые послужили, собственно говоря, таким спусковым механизмом всех тех процессов, которые привели к революции. Поэтому в нашей первой встрече мы уделим особенное внимание той французской истории, которая была в этом государстве, одном из ключевых государств европейского континента на протяжении 17 века. И, соответственно, доведем эту хронологию до периода правления Людовика XVI. То есть, таким образом, мы с вами сегодня рассмотрим век французского абсолютизма, который стал складываться в годы нахождения власти Людовика XIV, короля Солнца, в самом начале, еще при его отце Людовике XIII. То есть, получается, у нас сегодня с вами такая обзорная экскурсия по историческому прошлому французского абсолютизма в течение фактически двух столетий, 17 и 18 века. Я надеюсь, что вам будет интересно, потому что мой замечательный собеседник подготовил целый интересный базис информации, который позволит лучше понять вот именно те причины, которые стали формироваться в это самое время. И они именно и привели к тому, что потом впоследствии вылится в революционные события. Итак, Игорь, я приветствую вас в очередной раз. Расскажите, пожалуйста, мы с вами сегодня начинаем этот интересный разговор, посвященный времени французской революции. Разумеется, мы не можем сказать, не сказать о том периоде, который предшествовал, соответственно, эпохе французской революции, а именно французскому абсолютизму. Потому что именно абсолютизская власть, она и, собственно говоря, во многом спровоцировала все эти события последующего времени. Начало 17 века. Нахождение у власти Людовика XIII. Ну, собственно говоря, династия Барбона приходит к власти в конце 16 века. Король Генрих Наваррский, очень популярный. В 1613 году его убивают, и на престол Франции всходит юноша, мальчик, подросток. Вот каково ему, Людовику XIII, приходилось уже, соответственно, царствовать, кем он был отружен, и, собственно говоря, вот этот французский абсолютизм. Как при Людовике XIII он формировался? Приветствую вас, Николай, и дорогих слушателей. Действительно, французская империя, она была достаточно уникальной по сравнению с той же самой Англией и Голландией, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. Дело в том, что Франция это все-таки более феодальное государство было. В 17 веке только формировалась французская нация. То есть проходили унификации по языку, и, соответственно, страна была аграрная. Не было тех условий, которые были в той же самой Англии. Например, дворяне, соответственно, получали всю прибыль только за счет ренты и жили за счет крестьянства. Во Франции считалось неблагородным заниматься коммерцией и промышленностью, поэтому, так как тогда лишалось налоговых льгот дворяне, и фактически они исключались из дворянства, если они начинали этим заниматься. Поэтому даже те, кто становились новыми дворянами, они предпочитали не заниматься такими вещами, а получать прибыль с ренты. И, соответственно, поэтому какие-то изменения во Франции затянулись на 150 лет позже, чем в той же самой Англии. Опять-таки, Франция была достаточно закрытым государством в том плане, что у них были проблемы даже с внутренней торговлей, из-за того, что страна феодальная, пошлинная между графствами и княжествами, которые там сохранялись, они тоже мешали внутренней торговле. И, конечно же, короля Ледовика XIII мы все знаем по романам Александра Дюма. Как раз это время того, то самое время мушкетеров, да, и время Ришелье, который очень активно фактически был руководителем страны. Сам Ледовик XIII был достаточно такой юноша, не такой активный. И это же вызвало то, что очень долго не могли родить наследника они с королевы Анны Австрийской. Вот. Очень достаточно нестабильность это вносило в государство. И когда родился наследник, это было просто счастье его... Будущее Ледовик XIV. Будущее Ледовик XIV он был принят как дар во... Дьёденэ, да, как его прозвали. Да. Поэтому, конечно, это было огромное счастье. В то же время фактически всем руководством занимался решение государственными делами. В этот период были достаточно... Ну, как раз под конец правления уже это была 30-летняя война, которая одним из этапов, как раз последних, велась с участием Франции. Это Франко-Голландский, в Испании конфликт, да. Ну, и во многом как раз вот это было удачное время для самой Франции. В то же время Ришелье активно привлекал и купечество, и вот новый нарождающийся класс к вложению в государство. Он сам говорил о том, что те, кто вкладывает свои деньги в государство, те не заинтересованы в его разрушении. Поэтому, как бы, начиналось вот именно формирование такого мощного государства Франции с центром в Париже. То есть, Париж становился и культурный... Ришелье, то есть, одним словом, да, он проводит политику централизации власти. И для него очень важно, чтобы именно страна, достаточно разрозненная в плане какого-то административного, получила именно четкое свое определение в Париже, как центр политической жизни, центр финансовой жизни и культурной. И получается вот еще тоже очень интересный вопрос, Игорь, смотрите. А при Людовике XIII генеральные штаты, вот этот один из самых древних парламентов в европейской истории, работал? Ну, фактически, Ришелье разогнал генеральные штаты, потому что они фактически были ему не нужны. И в это время как раз вот и уже в последующее время началась консолидация дворянства вокруг монаршей власти. То есть, государство становилось более таким централизованным, но сохранялись также зачатки феодализма, которые вот как раз тормозили развитие, и они очень сильно повлияли в период, когда уже Людовик XIII умер, и фактически еще не достигший пяти лет король Людовик XIII стал королем Франции. Соответственно, конечно же, при нем стали регенты. Сначала Анна Австрийская, его мать, но фактически всю власть страны безраздельно захватил кардинал Мазарини, который достаточно быстро... Причем обратим внимание на то, что Мазарини, он был фаворитом Анны Австрийской. Да, даже приписывали им какой-то любовный роман, что что-то у них может быть такое, вообще не случайно. Они так тесно друг с другом связаны в политическом смысле. Да, но хочется сказать, что никаких романов не было. Она австрийская была очень набожная, и полностью и точно доказано, что и все дети ее от супруга... И тем более, вы знаете, это особенно важный момент, потому что жизнь французских королей, вот тоже, чтобы наши зрители это понимали, она была публичной, вот в плане даже интимных каких-то связей. Это было тем более очень важно, в каком отношении, конечно, публичной, да? Двор, только приближенные, наиболее самые близкие ко двору люди, они действительно допускались даже в супружескую ложу, в супружескую спальню. Для чего? Для того, чтобы было действительно четко понятно, что наследник, родившийся вот у короля, это его ребенок, а не чей-то другой. Это вопрос, как бы, такой легитимности власти. То есть, таким образом, смотрите, мы получаем с вами какой результат? Да, генеральные штаты, парламент, да? Парламент страны, представительный орган. Он более уже не используется к вопросу о причинах революции в каком-то смысле. Парламент уже не нужен. Мазарини, вначале решили, потом Мазарини управляют Францией так, как хотят. Да еще и к тому же подрастает Людовик XIV и сталкивается с фронтой. Вот расскажите, Абон, что это такое? Да, в период, когда генеральных штатов нету, усиливается парижский парламент. И как раз Мазарини, он был таким человеком, который больше всего боялся внутренних проблем. То есть, внутренняя какая-то оппозиция. Он очень быстро заключил, причем не очень даже выгодный мир, например, там, Висфальский мир, для того, чтобы всю армию вернуть во Францию. То есть, он старался именно не вокруг воевать, то есть, закончить внешние конфликты и сосредоточиться на внутреннем, потому что он опасался именно того, что очень серьезную оппозицию начал создавать именно парижский парламент. В результате этого парламентского фронта 1648-1649 года Мазарини искал, изыскивал активно средства финансовые. И это серьезно затрагивало интересы именно дворянства. Дворянство оказалось недовольным, не хотели деньги свои отдавать. Недовольным, да. И парламент очень активно тогда выступил. Они, соответственно, выдвинули программу реформ, которая заключалась в том, что налоги собирать только с согласия парламента. Запретить аресты без предъявления обвинений. И, соответственно, Мазарини в такой ситуации арестовывает двух наиболее популярных лидеров парижского парламента. В ответ, соответственно, 26 августа 1648 года восстает Париж. В Париже за ночь возникает 1200 баррикад. То есть ситуация накаляется активно. Мазарини в ситуации такого кризиса, видя невозможность подавить этот мятеж, соглашается, выпускает арестованных, соглашается на условия парламента. Но вместе за двором выезжает и активно начинает собирать армию. И через какое-то время он готовит контрнаступление. Тут же, как раз в этот же момент, он подписывает Вестфальский мир, возвращает войска. И все войска отказываются от всех условий принятых и осаждает Париж. Войска три месяца осаждают Париж. Фактически ситуация достаточно революционная. Но на эту ситуацию, на разрешение этой ситуации очень сильно повлияло то же событие в Англии, где казнят короля. 1649 год, да, как мы с вами обсуждали эту тематику Англии. Вот тут ключевой прецедент. То есть французы увидели, что помазанника Божьего можно казнить. И, соответственно, среди городской плебсы, ледноты, которая активно поддерживает парламент против, фактически против Мазарини, начинаются разговоры о том, что можно казнить и наследника, и его мать. Эти слухи начинают пугать даже, соответственно, парламент. То есть это удивительно, уникальное явление, когда, да, для людей это все-таки, ну, самое начало нового времени. Еще нету передовых каких-то мыслей в плане, вернее, есть понимание того, что все-таки король, да, он же венчается над царством, помазанник Божий, и, соответственно, его дети – это его наследники. А тут, если вот можно, да, казнить даже представителей царствующей семьи, это уже какой-то переворот в сознании происходит людей. Это именно в среде людей низших сословий, потому что поддерживая парламент, крестьяне отказывались налоги платить, то есть они видели в этом парламенте новую предтечу новой информации, нового будущего. И в этот момент как бы напуганный сам парламент, и лидеры фактически начинают переговоры самозарения для того, чтобы урегулировать ситуацию. И ситуация, в принципе, была урегулирована, то есть пошли на уступки эти и другие, и фактически закончилась вот эта вот первая фронта парламентская. То есть началось примирение. Определенный политический компромисс был достигнут, а потом уже вторая фронта, да? Фронта принцев, да. Это особенно интересный момент, когда представители царствующей семьи сами уже оппозиционно настроены к власти. Ну, фронта принцев, она исходила из... Она была уже не такой радикальной, да? Она больше исходила из старых феодальных правил. То есть раньше, если какой-то, соответственно, там граф, герцог, если у него были какие-то претензии к королю, он мог делать какие-то демонстративные действия, типа ухода, или, например, объявления войны к королю. То есть, ну, это были более символические. Да, да, конечно. То есть фронта принцев, она была более уже... Ну, она пыталась опираться в каких-то регионах, опирались на революционных крестьян, которые, так сказать, по старой памяти, именно парламентской фронты стремились к освобождению, там, конечно же, как на самом деле это во всех государствах такое происходило, в том числе и в нашем, что время от времени крестьяне, доведенные до отчаяния, сжигали, соответственно, поместья помещиков, выгоняли, отказывались платить налоги. И, на самом деле, если там во Франции это через, ну, то есть... Но у нас это было значительно позже, да? Там-то это было уже в середине 17-го века. Да, у нас это было и позже, и у нас это очень долго было, на самом деле. У нас практически все время происходили какие-то крестьянские восстания. Вот. И вот как раз, опять-таки, мы, когда говорим о Франде Принцах, мы говорим о том, что она достаточно быстро закончилась. Она была с 1650 по 1653, и, соответственно, она закончилась, и в стране потихоньку начинает формироваться стабильность, да? То есть, аристократы сплачиваются вокруг власти короля, и, соответственно... Причем Людовику XVI, на момент окончания Второй фронта, ему уже 16 лет. То есть, он уже достаточно 15-16 лет. Он уже взрослый такой, достаточный подросток. Он видит за всем тем, что... следит за всем тем, что происходит. Он уже, как это называется, наматывает на ус, что нужно делать вообще, чтобы контролировать его, чтобы такого больше не происходило. И когда уже умирает кардинал Мазарини, в основном... Да, в 1661 году. В 1661 год, получается, Людовику... Да, 22 года, и с этого момента начинается вот это уже полное его господство, да? Как абсолютного монарха. Хочется еще сказать, что Людовика преследовали различные события. То есть, в пятилетнем возрасте он чуть не утонул в пруду полирояля. В 10 лет он заразился оспой, в 15 лет образовалась у него опухоль в груди, а в 19 лет у него случилось очень сильное отравление и брюшной тиф. В результате придворный врач Франсуа Геноид, придворный врач Анны Австрийской, дал королеву рвотные средства на основе сурьмы и вина. И он выздоровел, но последствия это имело для него. Он сильно облысел и ходил уже в парике всю жизнь. При этом он был молодым человеком на тот момент, когда он болел. То есть, таким образом мы с вами видим, что вот как будто сам Господь действительно благоволил Людовику XIV, чтобы он жил и создавал вот этот французский абсолютизм. А вот скажите, Игорь, а вот этот французский абсолютизм при Людовике XIV, как он формировался, что для этого делал Людовик XIV, и в какие формы, собственно, он уже выразился? Соответственно, как только Людовик XIV вступил на престол, он сразу же сказал, что сам будет своим первым министром. И он лично пришел в парламент и выдрал листы, которые относились к периоду фронды, и сказал свою сакраментальную фразу о том, что вы думаете, господа, что государство это вы? Нет, государство это я. То есть, все-таки это исторически правомерная составляющая, да? То есть, он это говорил. Потому что встречается иногда такое представление, что в общем это ему приписывают. На самом деле это исторически можно подтвердить. Ну, да, многие источники об этом говорят. Свидетельство. Да, мы не можем говорить точно, возможно, он сказал как-то по-другому, но... Смысл такой. В том, что он сразу же показал, что он будет править единолично и безразделенно. То есть, он будет сам своим первым министром. Также стоит очень отметить, что Людовик XIV обладал потрясающим даром подбирать людей на государственные должности. Очень важный момент. Да, поэтому он фактически при его правлении, такие выдающиеся личности, как Жан-Батист Кальбер, например, который стал министром финансов, а так как вопрос финансов это был ключевой, он же стал и главой правительства, фактически. Его экономические реформы помогали государству фактически построить этот блестящий век абсолютизма за счет того, что и вот как раз была удачно закончена война за 30-летние, которая принесла территорию государству, плюс армия была сконцентрирована. И были фактически все условия для того, чтобы вести серьезную... То есть, приводить государство. То есть, начался фактически упадок и в Голландии, да? Да, также как раз была в то время и при Людовике Голландская война. И нужно также учесть, что в 1678 году был Нью-Вигенский мир подписан. Это событие особенно тем, что договор был подписан на французском языке впервые. До этого все договоры подписывались на латинском. То есть, это говорит о том, что Франция становится, наконец-то, ведущей страной мира, потому что Англия еще пока не оформлена как государство. Там еще идут процессы формирования великого государства. Голландия в упадке, Испания еще и в более сильном упадке. Соответственно, и Священно-Римская империя испытывает проблемы. И Франция становится именно передовым государством. Державой номер один, да, европейского континента. Хотя на некоторое время, но тем не менее, можно говорить о господстве. То есть, вот такие вот моменты очень интересны. И, кстати, тоже давайте обратим внимание на то, как поступил Людовик XIV по отношению к Николя Фуке. Это же тоже очень интересный такой пример того, как вот этот политический абсолютизм он дал о себе знать. Вот какие вы можете здесь такие интересные обстоятельства сказать? Это вот как раз был 1661 год. Арест Фуке. Вскрылись гигантские чищения. И в результате этого ареста, расследований, очень серьезные средства были возвращены в казну. Причем Николя Фуке, он был одним из первых министров Людовика XIV. И очень человеком действительно богатым. Одним из самых богатых людей Франции того времени. И когда однажды в его дворец приехал Людовик XIV, он так был поражен, что он увидел, он не мог терпеть людей, которые ему в чем-то могли его превосходить. Вот если у тебя дворец лучше, чем мой, нет, такого не может быть, я король. То есть, вот это осознание того, насколько ты главный в этой стране, а вот этот Фуке, он не может быть главным. Да, дело в том, что вот этот вот процесс, он позволил погасить все долги. И казна прибыль получила за счет этого. Поэтому, конечно же, эти средства опять-таки пошли. В то же время нужно будет сказать о том, что как раз в 1661 году, в том же самом же, началось и строительство дворца в Версале. Вот, это очень важный момент, потому что здесь мы подходим к еще одной такой форме проявления этого абсолютизма, который на самом-то деле очень имеет серьезный политический отрас, политический смысл. Версаль был создан для чего? Вот какие цели у Людовика XIV было, когда он создавал этот Версаль? Ведь, как бы, какая проблема? У него есть очень много дворцов, есть исторические резиденции. Зачем был еще? Ну, это как бы обновление. И Версаль должен был стать символом именно королевской власти, вот этого блеска абсолютизма. Потому что, да, как бы, и абсолютизм, он возрос, и в то же время это позволило игнорировать интересы очень многих чиновников, как тогда говорили, это люди мантии и новых буржуа, и опираться, как бы, на собственное могущество, не опираясь на другие сословия. Во многом именно это и приблизило, в конце концов, крах французской империи. Вот. И, кстати, давайте обратим внимание на то, что Людовик XIV уже придерживался еще какой-то концепции. Опять-таки же, нужно было сконцентрировать всю власть, вернее, как бы, всю знать, прежде всего, да, в одном месте, чтобы за ней можно было наблюдать, потому что, если это знать будет жить по всем каким-то регионам империи, будет большая проблема, а, может быть, они какие-то заговоры там будут чинить в своих уделах и так далее. Лучше, чтобы они все жили в этом самом Версале. За всю власть. За всеми присматривать. Причем знать была, да, ведь она очень недовольна была этим. Она не хотела уезжать из своих насиженных гнезд в какой-то Версале. Это для нас, может быть, так сейчас это воспринимается как символ абсолютизма, эстетики, красоты, там, архитектуры и так далее. Но тогда это был очень неудобный дворец, да, там не было уборных совершенно, да. То есть, получается, вот были сквозняки чудовищные. Вот очень много есть воспоминаний герцога Сентимона, посвященного вот этой всей тематике. И он пишет, как это все выглядело изнутри, да, такая очень хорошая хронология времени Людовика XIV. И вот, собственно, каким итогом пришла Франция, когда уже король... К итогам... к итоги правления Людовика XIV. Они вот какие в итоге? Мы сейчас с вами говорим, да, об этом блистательном веке абсолютизма. Но вот эта блистательность с одной стороны, она с чем-то контрастировала, с чем-то каким-то минусом во власти. Да, мы можем говорить о том, что фактически абсолютизм, он не учитывал интересы других сословий, и мелких дворян, и нуждающихся коммерции. Это коммерции, это и буржуазия, и те же самые же городской эклепс. Это очень сильно их тяготило. В то же время можем говорить о том, что Людовик, соответственно, король солнца, он считал, что нужно соответствовать державе великой. И поэтому начались, велись многочисленные войны. Это война Ауксбургской лиги, достаточно тяжелая для Франции. И потом последующая война за испанское наследие. Можно еще... также нужно учесть, что в это время в Англии происходит славная революция. К власти приходит Вильгельм Третий Аранский за счет того, что он был мужем, соответственно, Марии и королевы Англии. Они вместе на равных правах сначала становятся королем и королевой, потом она умирает через пять лет. И фактически Вильгельм Третий Аранский он... Причем он штат Гальтер Нидерланды, а Нидерланды с Францией, а не его враждетных отношениях. Да, вот. И в результате фактически начинает формироваться коалиция против Франции. То есть, именно вот эта первая война Аугсбургской лиги, когда Людовик XIV вторгся в фальц, тоже фактически стараясь присоединить его, очень сильно его разоряя. То есть, и вот как раз вот в этот момент вступает войну и Вильгельм фактически, и Франции приходится вести военные действия, достаточно тяжелые. То есть, действия военные даже были в колониях, знаменитая война короля Вильгельма. Да, да. То есть, таким образом мы с вами видим, что вот эти же... Ведь что такое война? Война это большие расходы, да? То есть, Людовик XIV, когда он скончался в 1715 году, ему было 77 лет, вообще он, конечно, прошел колоссальную жизнь для монархов Франции. Еще никто никогда так долго не жил, и тем более никогда так долго не царствовал официально, да? Но долги, чудовищные долги у нас стали. Чудовищные долги были оставлены как раз после уже следующей войны. Это война за испанское наследие, которая просто ужасная. Два миллиона долга была. У Франции... 15 лет, если быть точнее, вот с 1700 года до 1715 года, когда умер, значит, Людовик XIV, и война продолжалась и дальше. Да. Она на этом не закончилась. Да, она также и опять-таки в колониях, это уже война называлась война королевы Анны, вот в это время. Дело в том, что Испания была разорена настолько, что испанскому королю нечем было платить просто солдатам, и они сразу же разбегались. И поэтому французские войска фактически вынуждены были армию отправлять для того, чтобы она полноценно воевала и защищала Испанию. Потому что Англия усиливалась на море активно. В этот же период как раз вот англичане сумели захватить Гибралтар и уже больше не отдавали его испанцам. То есть это очень важный стратегический проход в Средиземное море. Причем, Игорь, давайте отметим такой момент, что, по сути дела, какие еще процессы очень важные надо обозначить при Людовике XIV? Происходила сплачиваемость самой нации, вот это формирование французов как некой единой нации. И развитие культуры. Мы можем говорить о том, что появление замечательных авторов, таких как Мольер, с его замечательными произведениями Тартюф, Дан Жуан, Мнимый, Больной, Скупой. И цензура активно боролась, но при том, что Людовик XIV благоволел Мольеру. Он его очень любил, но... То есть смотрите, как интересно, Людовик XIV при всем своем абсолютистском таком сознании, да, это был человек действительно очень хорошо разбирающийся в том, что есть что и ценящий, что такое талант. Он был большой ценитель и таланта, и... Развитие музыки, да, Ромо, его замечательные музыки, Люли и так далее. И плюс архитектура, Дум инвалидов был построен, и построен оперный театр Королевской Академии Музыки в 1600 году. Символ имперского могущества Франции Триудовика XIV. Да, и замечательные авторы Франсуар Ларош-Фуко, и Жан Рассин, его трагедии, вот. И, соответственно, постепенно появление Шарля, Луина Теские, Вольтера, это уже, можно сказать, уже при... Это мы немножко сейчас с вами будем об этом говорить, я просто еще последнее, что хочу здесь добавить, важный момент, смотрите. Франция, она сплачивается как нация. Появляется язык. Мольер, он отец-основатель такого литературного языка. Французские диалекты, они, тем не менее, продолжают существовать, но есть какой-то эталонный французский язык. То есть, так или иначе, французы, они в большей степени, хотя, да, они были до этого разобщены, они себя чувствуют уже чем-то единым. Единая нация. Единая нация. У них появляются вот эти границы, очень четко очерченные. У них появляются символы, такие, как тот же самый Версаль, их страну уважают, ценят. У них великие художники, великие музыканты, великие, значит, деятели культуры и так далее. То есть, это все я веду к тому, что чисто психологически вот это появляется осознание французами того, что они единая, сплоченная нация, объединенная общим каким-то исторически-культурным уже прошлым, настоящим. И, следовательно, это очень нам понадобится, да, когда мы с вами будем говорить о последующих событиях, когда французская нация самоорганизуется в рамках уже революционных событий уже конца 18 века. А сейчас мы с вами тогда переходим уже к периоду правления, получается, правнука Людовика XIV, Людовика XV, мальчика, который в 5 лет стал наследником престола, потому что и внуки, и дети, и внуки, и даже некоторые правнуки Людовика XIV скончались. Да, фактически 13 апреля 1711 года умер сын, великий дофин Людовик, в феврале 1712 года сын дофина, герцог Бургундский, 8 марта 1712 года умирает герцог Бретонский, 4 марта 1714 года упал с лошади и тоже умер герцог Берийский. И у Бургонов остается единственный наследник, правнук короля, третий сын герцог Бургундского, Людовик XV. Также хочется тоже отметить, что гибель Людовика XIV, она тоже же была во многом трагическая, он упал с лошади и у него началась гангрена ноги. То есть он долго и мучительно умирал. Он отказался от ампутации, потому что счел неприемлемый для королевского достоинства, то есть возможно его могли бы и спасти. Это при этом было 77 лет. И, кстати, тоже еще отмечу, что его, ведь Людовик XIV еще чем знаменателен, то что он человек такой был достаточно веселого нрава в плане каких-то личных отношений, то есть у него были фаворитки постоянные, были, конечно, более такие длительные какие-то взаимоотношения с мадам Монтеспан, с маркизой Лавальер, причем были дети даже. Которые были признаны, да, несколько сыновей, двое сыновей от маркиза Монтеспан он даже признал, потому что боялся, а если действительно все внуки умирают, кто же, престол кому перейдет. То есть в этом смысле он очень изменился в своей жизни после того, когда он после смерти своей супруги, врожденной испанской инфантой, он женится марганатическим браком, причем это тайный абсолютный был брак с мадам Ментеном, это была его давняя такая любовь, и причем она его очень поменяла. То есть от такого весельчака, любившего женщин различные утехи, он стал религиозным. Он стал религиозным, потому что сама мадам Ментеном была очень религиозна, она его к этому приучила. И в этом смысле мы имеем вообще два Людовика, да, тот, который был до этого периода и после этого периода. И вот, собственно, его правнук, да, этот Людовик XV, а как ему закрепиться у власти? Кто тогда находится тем человеком, который вот этим абсолютизмом всем французским повелевает? Ну, соответственно, уже когда приходит Людовик XV, он не обладал уже такими талантами в подборе к поиске личности, как каком-то даре подбирать своих наследников, его регентом был Филипп Орлеанский. Дядя. Дядя, да. То есть, да, и по своему складу, все-таки характера, Людовик XV больше был, благоволел к культуре, нежели... К политике. К политике, да, к финансам, поэтому, как бы, его век считается расцветом культуры, да, то есть это и Вольтер, и различные именно... Просветители, да. Просветители, да. И вот тут мы с вами должны о них особенно сказать, потому что они нам очень нужны в контексте нашего разговора о причинах французской революции. Вот это появление, как вы можете вообще обозначить, вот с чем оно связано, почему мы можем говорить о веке, первой половине, да, 18 века, уже вторая половина, появление этих присветителей, Вольтера, Руссо, Монте-Ске. Вот как они возникли? Почему до этого они не возникли? Как вы вот находите это? Почему так произошло? Мне кажется, ситуация именно складывалась в том, что Людовик XV оказался в таком фаталистическом таком состоянии, потому что он получает огромные долги, и фактически ситуация финансовая очень плоха, он вообще не рассматривает вопросов о спасении, и знаменитые слова «после нас хоть потоп», они очень сильно характеризуют его, да, что это может быть человеком. Да, и его, и его правление, то есть он был достаточно инертен, он... То есть, Игорь, смотрите, по большому счету, вот эти вот самые присветители, они получили возможность быть услышанными за счет того, что Людовик XV был человеком достаточно, ну, таким, скажем, лояльным по отношению к тому, что пишут. Да, ну и, соответственно, он... Пресса относительно свободная. Да, дело в том, что, как бы, он перестал влиять на ситуацию фактически в стране, то есть он большей части предавался развлечениям. Да, да, да. Покровительство культуры, ну и, соответственно... Был прозванный даже Людовик возлюбленный, потому что очень много было у него фавориток, такой он был действительно внешне привлекательный король, и, как бы, даже подчас какая-нибудь не только знатная дама, но и любая женщина, девушка, королевство, она считала для себя какой-то честью, если король обратит на нее внимание, и она готова была ему всю свою любовь подарить. Да, это вот как раз мадам Пампадуга. Да, появление вот этих знаменитых фавориток, последняя мадам Дзюбари была. Да, именно вот эта вот такая фатальная расслабленность, она как бы и... то есть все государственные дела сведены на тормоза, идет семилетняя война, вот как раз... И причем обратим внимание на то, что с 1715 по 1774 год, то есть получается 60-летие вот этого Людовика XV, оно фактически не ознаменовано какими-то коренными внутренними реформами, да, которые, по сути дела, были нужны французскому обществу для инерции, развития. Да, как бы государство идет по инерции, потому что было запущено во времена Ледовика XIV, все спущено на тормоза, огромная и коррупция, и фактически... Коррупция, отсутствие каких-то очень четких приоритетов, перспектив, особенно для христианства, да? Да, и, соответственно, полное игнорирование интересов и всех низших сословий, то есть, и, опять-таки, обложение налогами, это, конечно, все достаточно очень-очень-очень... Генеральные штаты при этом не работают, к ним никто не обращается, парламент неинтересен, есть министры, они коррупционеры в достаточной степени, король веселится, ему не до этого, а те люди, которые находятся у власти, они некомпетентны, потому что у Людовика XV нет такого дара, да, какой был у Людовика XIV. То есть, на самом деле, вот это все искусство и культура, это все замечательно, да, но когда мы с вами говорим о сущности политического какого-то состояния, получается так, что это застой какой-то, складывается такое впечатление, правда? Политический застой. Это полностью, да, полностью застой, полное игнорирование, фактически отказ от воспринятия внешней ситуации хоть как-то, то есть, король веселится... При этом какие деньги, да, идут на веселье, да, это же Версаль, надо его содержать и всех кормить, поить. Да, и еще нужно учитывать, что произошло достаточно интересное событие. Во Францию прибыл авантюрист Джон Ло, который... Очень интересно, вот расскажите. Да, это был шотландец, который считал, что, то есть, его теория исходила из того, чтобы заменить деньги, монеты, на бумажные деньги из расчета на каждого гражданина страны. То есть, это была попытка оживить экономику, да, которая привела к грандиозному фурору, катастрофе, в результате которой часть, вначале, часть людей, которые были там в долгах, они... Кто-то успел расплатиться с долгами, кто-то успел набрать этих новых бумажных денег... Которые ничего не стоили. Да, которые ничего не стоили, они как пузыри лопнули, огромное количество людей разорилось... Махинация такая произошла. Да, это была страшная махинация, она запустила и в какой-то степени капиталистическая модель, да, она позволила на какой-то момент двинуться экономике и схлопнулась огромным разорением. Вот, и это, в том числе, вот этот экономический кризис, он очень сильно, как бы, повлиял уже на последующие события, потому что появилось огромное количество разоренных, которые... Недовольны были. А вот люди, интересно, они требовали справедливости в данном отношении, то есть казнить, например, этого человека, пообредать суду, он убежал куда-то. Как его судьба дальше складывалась? Да, ему удалось скрыться, но, как и в любой другой ситуации, конечно же, народ безумствовал. Конечно, конечно. И держать в повиновении это все тоже становилось сложным, то есть, когда... То есть, еще смотрите, как интересно, получается, народ увидел то, что государство не в состоянии защитить, по сути дела. Вот защитить и поддержать, просто элементарно. Вот в такие... Хотя государство несет ответственность, казалось бы, за все то, что тогда авантюрист там проделал. Да, потому что он фактически в государство обратился за помощью, и они ему содействовали в этом. Вот. И поэтому, когда уже к власти приходит следующий король, это Людовик XVI, человек очень добрый, по сути своей, очень трагичная фигура. Безусловно, Игорь. Вы знаете, мы должны будем обязательно уделить его времени особенное место в нашей дискуссии, посвященной причинам революции, потому что мы с вами на данном этапе рассмотрели очень подробно вот этот период нахождения у власти, во-первых, и Людовика XIII, и Людовика XIV, и Людовика XV. Мы поняли, что вот эти все Людовики, может быть, для многих наших зрителей вообще, они ничем не отличаются, казалось бы. Вот так уж много периодичности, и одно имя, то это различное числительное. Но, тем не менее, это тоже такая традиция именно французских королей, всех так звали Людовики, они все были этими Людовиками в Барбонской именно традиции. И получается так, что в итоге вот каким мы выводом пришли, да, что ко второй половине XVIII века Франция оказалась в состоянии глубокого экономического и финансового кризиса. Да, очень тяжелого. Застоя, по сути дела. И не было тех людей, причем, исходя из вот тех руководителей, которые во Франции были, которые были бы хотя бы ими бы найдены для того, чтобы поставить их на вот важные ключевые министерские посты, чтобы они решали эти проблемы. Как-то вот так именно сложилось, что именно в этот период не нашлось действительно талантливых экономистов, талантливых... А прежде всего еще и потому, что, да, сам король, сам король, он не интересовался политикой, ему эта сторона жизни была не очень симпатична. Вот этот политический, получается, политический абсолютизм, он поставил в заложники вот этой всей политической системы все общество. Общество ничего не могло сделать, естественно, потому что прав никаких не было, по сути дела. Соответственно, все это было именно заложено в период правления Людовики XIV, фактически. То есть, смотрите, как интересно получается, вот как быстро этот абсолютизм политический, он как некий какой-то дом такой многоэтажный, он строится, строится, как некая пирамида, и начинает постепенно трястись, трястись, рассыпаться, рассыпаться, показывая свою несостоятельность. Да, он сам по себе, в своей основе, он же и привел к революционным последствиям. Ну вот последний момент, который нам необходимо еще все-таки обратить на это внимание, это, конечно, просветители. Просветители, потому что они сыграют ключевую роль в дальнейший уже период. Вот скажите, насколько их вообще мнение, влияние на состояние умов тогда французского общества сильно? То есть, откуда люди могли черпать эти мысли просветителей? Они умели читать, насколько была грамотность, скажем так, сильна, да, в первой половине, там, в второй половине XVIII века. Они могли читать Вольтера, Дидро, Монте, Скье, чтобы понимать, о чем они пишут. Или, может быть, они слышали, кто им, кто-то рассказывал об этом. Такое сарафанное радио действовало. Здесь, да, так как все-таки низшие сословия не обладали возможностью и доступом к многим достижениям просветительства. Просветительство шло за счет и каких-то просветителей, которые именно в народ шли. А такие были, да? Они всегда появляются, в основном, это, конечно, священники. Ну, опять-таки, мы же можем говорить о том, что класс тех же самых чиновников, они же также были обижены. То есть, фактически, абсолютизм, он игнорировал слишком большое количество мнения, слишком большое количество слоев. И поэтому, конечно, в каждом слое появлялись, соответственно, те, кто... Очень важный момент. Да, очень важный момент. Это также вот мы можем говорить и в основном о городах, потому что те же самые же люди, которые разорялись, они все активно шли в города и в городах появлялись вот именно вот эти вот рабочие какие-то объединения, объединения людей, которые уже могли определенные мнения складывать. Плюс мы можем вспомнить там времена фронты, когда также городская беднота и крестьяне, они активно присоединялись к, фактически, к оппозиции государственной власти. То есть, смотрите, таким образом, уже во второй половине 18 века под воздействием идей просветителей, а в чем они заключаются? Конечно, это свобода. Определенная та свобода, которая есть у человека по самому факту того, что он человек. Он родился уже свободно, вот о чем говорил Вольтер, да? Если ты рождаешься, ты уже по определению свободный. Ты, да у него даже были такие идеи о том, что человек, он вообще не должен быть привязан к какой-то определенной земле, к стране. Он должен сам по своей воле, да, определять, где он хочет жить. И, кстати, не случайно потом Вольтер, он уехал, его же когда изгнали, да, из Франции, он уехал в Женеву. И оттуда из Женевы проповедовал уже, потому что там была вот эта вот кальвинистская свобода определенная, особенность Швейцарии. И также нужно очень важно учесть, что при Людовике XV был Нанский Эдикт отменен. Конечно, это очень важно. Это очень тоже сильно по-другому. Нанский Эдикт, он как бы позволял во Франции две религии, то есть и католичество, и генотов. Пратестант, да, в французский. И фактически отмена вот этого Нанского Эдикта, она привела к тому, что 200 тысяч генотов уехали из Франции. И это уже, опять-таки же, спровоцировало внутренний религиозный конфликт. Но с другой стороны, смотреть тоже, как интересно, под воздействием именно идей Пресвещения появляется определенная и атеистически мыслящая часть французского общества. Для которых, по сути дела, а кто есть такой король, а почему мы должны его принимать, он помазанник ли Божий? Нет, ни в коем случае, он такой же, как и мы все, абсолютно нам равный. То есть, таким образом, вот мы каким выводом приходим, очень интересным. К второй половине XVIII века, к концу правления Людовика XV, уже французское общество было достаточно... Вот видите, как оно заведено. Заведено. Вот эти все процессы торможения экономические, политические, да еще и к тому же вот такая религиозная проблематика, появление людей атеистической мыслящих. Это все, в общем-то, легло большой такой обузой на вот молодого, совершенно еще не имеющего никакого политического опыта, внука и наследника Людовика XV, Людовика XVI. И мы о нем с Игорем будем обязательно о его времени рассказывать в нашей следующей встрече. Я надеюсь, что вам было интересно за нами наблюдать, за нами, так скажем, вот следить, что мы здесь говорим. Такие интересные вещи. Я благодарю Игоря за то, что он подготовил много очень таких фактов, важных для понимания именно сути проблемы. И я прощаюсь с вами и до нашей следующей встречи с Игорем. Также мы, Игорь, с вами еще встретимся и обсудим уже проблемы, связанные с следующим периодом французской истории при Людовике XVI, соответственно, все, что происходило. Так что я приглашаю вас к нашей следующей встрече. Так что оставайтесь с нами. До свидания.